Подожди, подожди, ты уже вот перехватил. Ну скажешь, когда. Ты должен сперва все-таки тебя показать и представить. Собственно, вот он, Алексей. Ну а дальше ты уже можешь про себя рассказать. Вот тебе предпочитать на себя и что хочешь рассказать. Ну так ты рассказываешь или я жду? Нет, нет, нет. Ты можешь, ходишь по этому тексту, можешь уже переключиться на себя, ну на свой десктоп и там начать свой доклад. Здесь такая замечательная фотография. В общем, да, меня зовут... Какой ты прислал. Меня зовут Алексей Халяка. Я работаю в европейской группе SQL Customer Advisor Team. Вы можете найти информацию о нашей группе, точнее то, что наша группа производит на сайте www.siclecat.com. И, собственно говоря, группа занимается масштабными решениями, построением таких очень больших или очень сложных решений, как в LTP, так и в области Data Warehousing. Я фокусируюсь на векторе Big Data и Data Warehouse. У меня за спиной опыт работы в очень больших имплементациях по хранилищам для телекоммуникационных компаний, для авиакомпаний и так далее. И задача нашей группы, собственно говоря, с одной стороны, так как мы являемся частью продуктовой группы и мы близки к источникам, скажем так, это поддержать эти проекты, а с другой стороны, это продуктовой группе потом же и рассказать о тех проблемах, которые мы встречаем, работая над этими большими и сложными инсталляциями. Часть из этой информации мы публикуем как документацию, допустим, white paper, которые идут на технет или на наш SQLCard.com, или же вот как сегодня, собственно говоря, представляем сообщество в виде презентации, где рассказываем о проектах, в которых мы работали, и пытаемся людям помочь начать осваивать достаточно сложные технологии. и мы рассказываем о том, как люди, собственно говоря, могут пойти по нашим стопам и достичь, может быть, даже лучших результатов, чем мы добились в проектах. Вот так вот коротко мое представление. Спасибо. Ну, тогда переключайтесь на свой рабочий стол. Так, тогда я делаю полноэкранный монитор. И я вроде уже нажал. Так, ну тогда первый слайд, он, в принципе, становится не таким актуальным. Я уже себе представил. Переходим непосредственно к теме. Собственно, тема – это использование Column Store Index, новой технологии, которая приходит в 2012 сервере для построения решения Roll-Up и сравнения этого дела с аналитическим решением на базе Roll-Up и сравнения с MLAB-системой. Почему эта тема вообще возникла и как мы к ней пришли? У нас до сих пор еще идет, он не закончен, есть проект с одним из самых больших всемирных банков с штаб-квартирой в Европе. Где следующая ситуация возникла. Банк работает в области, точнее, даже не банков, а финансовая организация. Банковский бизнес у них является одной из части сервисов, которые они представляют. У них имеется система аналитики, с которой работают больше, чем тысячи параллельных пользователей. Параллельных не в смысле подключения транзакций, а в смысле реально людей работающих. То есть каждый человек может генерировать достаточно большое количество запросов к системе. И они уже осознают, что в недалеком будущем, речь идет, допустим, о годе, но не больше, их размер куба достигнет более 4 терабайт. Кто работает с анализом сервисов, понимает, что это достаточно сложная архитектура, чтобы такие объемы продерживать. И другое требование, так как эта структура занимается финансами, им требуются достаточно свежие, актуальные данные в системе. Это означает, что данные должны проходить из источников конечной системы достаточно быстро. Соответственно, нынешний дизайн в связи с тем, что а, нам нужно быстро данные загружать, б, нам нужно очень быстро эти данные переносить в куб, то есть в процессе куб, выглядит следующим образом, что каждый сегмент, допустим, один день, разбивается на куски, эти куски сегментированы как по географии, так и потом по специальному ключу, и все это сделано для того, чтобы обеспечить быструю параллельную загрузку данных в куб. То есть в кубе мы наблюдаем некоторую сегментацию, и эти сегменты потом загружаются достаточно быстро. Если говорить об реальной имплементации, то это выглядит следующим образом. То есть у нас справа вы видите сегменты в кубе, это партиции, и каждая партиция соответствует, допустим, определенному дню, определенному региону, и еще дополнительно разбита по так называемым слайс, то есть по определенным срезам. Эти партиции строятся как view, Analysis Services обращается к реляционной системе, не к таблицам напрямую, а к view, и каждая view определяет на левой стороне, вы видите, таблицы фактов. Кстати, мышку видно интересно, когда я показываю. Вот, таблиц фактов. Соответственно, в чем здесь проблематика? Мы только для одного дня имеем несколько сотен этих срезов. Соответственно, допустим, в тестовом окружении, где мы оптимизировали систему, для что-то порядка семи дней, у нас было использовано порядка 55 тысяч таблиц фактов. И что это давало? Это давало то, что мы загружали порядка двух миллионов строк в секунду. То есть мы оптимизировали все это решение, чтобы очень быстро переносить данные из одной системы в другую, и позволить людям уменьшить время между тем, как данные пришли в систему и доступны для анализа. Вот. И, соответственно, когда проект пришел к нам, это было приблизительно время, когда стал доступен один из первых CTP. Вот. Мы... Там уже появилась функция, называемая column store, функциональность, точнее. И, соответственно, мы подумали, что мы имеем, когда мы сравниваем решения Malab и Rolab. Malab... При Malab мы передвигаем данные минимум в два раза. То есть мы загружаем данные сначала в реализационное хранилище, потом мы загружаем данные в анализе services. Очень сложное секционирование. Мы это видели уже на предыдущих слайдах. Достоинство и недостаток, с другой стороны, это Bitmap Index. То есть чтобы поддерживать эту систему и производительность этой системы, Bitmap Index очень помогает, но создаются достаточно непростые административные задачи, которые приводят... Они являются следствием вот этих требований, которые были у нас в системе. То есть быстрая загрузка и быстрая доступность данных в кубе. Решение типа Relab лучше, потому что могло бы быть, потому что данные загружаются только один раз в систему. Более простое секционирование тогда возможно. И как альтернатива Bitmap Index, мы подумали, что может выступать в Колумб Store Index. Соответственно, до того, как мы начали работать с Колумб Store Index, мы решили посмотреть, что же мы имеем с него, собственно говоря, какие вещи нам необходимо знать о том, что нам дает Колумб Store Index. Во-первых, компрессия. Колумб Store Index очень хорошо сжимается. То есть на некоторых тестах мы с некоторыми другими клиентами мы наблюдали уровень компрессии до 10 раз. Что, если вы посмотрите на граф, показывает, что, допустим, даже Page Compression на тех же самых данных дает немного хуже, худшие результаты, или сопоставимые результаты по сравнению с Колумб Store Index. То есть вывод отсюда Колумб Store Index очень хорошо жмется. И это позитивно для нас, потому что тогда мы будем использовать меньше операции I.O. для загрузки данных в память. Масштабируемость построения индекса это очень интересный момент, потому что сейчас достаточно часто в больших проектах, по крайней мере, народ использует машины с более сотней ядер. мы решили посмотреть, даст ли это нам что-нибудь. И протестировали построение индекса на одной из секций. Там было порядка нескольких десятков миллионов строк. Просто посмотреть, сколько будет занимать времени процесс построения индекса. И что видно, что, в принципе, где-то до 32 ядер при построении индекса дают существенное... Было достаточно эффективно с точки зрения используемого времени и ресурсов. После 32 ядер мы не заметили какого-то существенного прироста. То есть мы достаточно... Ну, не сильно, чтобы линейно, но эффективность растет с увеличением количества ядер до 32. Дальше это надо смотреть. В нашем случае это было не так, чтобы уж очень интересно. Также мы смотрели, сколько строк мы можем прогнать в индекс за одну секунду. и получилось, что при построении индекса где-то на ядре получается порядка 2,5 миллионов строк в секунду. Вот. Дальше. Ну и самая базовая такая вещь, с которой мы начали. Мы подумали, так как мы все инженеры, давай просто сделаем... Мы построим индексы на таблицах фактов и посмотрим, как это работает. Не будем усложнять задачу. Все выглядит достаточно реалистично. Попробуем обойтись малой кровью, что называется. В результате построения индекса на таблице фактов мы все это сделали, построили, запустили анализ и сервисы в ROLAP режиме и увидели, что часть запросов перестала выполняться вообще. Начали анализировать, что же происходит во время отправки запросов из анализа сервисов в революционный движок. Выяснилось, что некоторые запросы просто не выполняются, а некоторые получают вот такой план. И в этом плане, как вы видите, на правой стороне там участвует в этом хэш-джоине несколько сотен таблиц. То есть, если SQL серверу пришлось обращаться к более чем сотне таблиц, он просто сдавался и не мог отпарсить запрос. Поэтому, когда анализы сервиса сгенерируют вопрос, это превращается в не только сиквельных, революционных запросов, и часть этих запросов, собственно говоря, не смогла выполниться по причине того, что движок не смог запрос элементарно отпарсить. Ну что, придется тогда думать о том, как это можно улучшить. В МОЛАП секциях, если вы помните, у нас была одна таблица выделена на день, на регион и на слайз. В результате, как я уже говорил, это что-то типа 55 тысяч таблиц для 7 дней, которые мы тестировали. Чтобы это дело, если нам нужно таблицу убрать из анализа, пришли более актуальные данные, мы там передвигаемся во временном диапазоне, нам необходимо таблицу все удалять. В РОЛАП мы можем пойти по-другому пути, так мы подумали, по крайней мере, и выделить одну секцию на день, но все данные поделить, используя хэш-ключ. И тем самым, мы создаем 8 секционированных по хэш-ключу таблиц, каждая из этих секционированных таблиц разбита по дням. Чтобы удалить данные, более оптимальное решение это использовать свитчер-операцию. Если вы знакомы, есть процесс, который называется sliding window, собственно говоря, то, что мы пытались там и применить. Как эта имплементация выглядит в реальности, то есть мы создаем так называемый мастер-таблицы. Каждый из этих таблиц использует величины, которые соответствуют хэш-функции, то есть операция модула применялась к данным приходящим в систему и соответственно допустим результат, где модула равно 0 сваливается в мастер 0, результат, где модула равно 1 в мастер 1 и так далее. Каждый из этих мастер-таблиц партиционировано по дням. Что это дает? Мы получаем достойную альтернативу с точки зрения ответа требованию загружать данные в таблицы быстро. Дальше. Так как я немного не в курсе, насколько народ знаком с Колумс 100 индексом. Колумс 100 индекс это новая функциональность, коротко пройдемся по этому, которая объявляет так называемый вектор процессинг. То есть данные загружаются некоторыми батчами в память. И собственно говоря, данные в этом батче содержат набор величин, строк специфического столбца в определенном диапазоне. Обычно это что-то типа миллиона строк. И соответственно, что это дает нам, это то, что когда мы вынуждены анализировать большой объем памяти, вместо того, чтобы идти в построковом режиме, мы оперируем батчами. Это существенно улучшает как время используемое на процессорах. Ну и соответственно в результате все операции типа join происходят намного быстрее. С точки зрения стратегии построения индексов мы подумали следующее, что мы построим column 100 индекс только на таблице фактов, а измерения останутся в виде хип-таблиц, то есть таблиц куча. Как строится индекс на таблице фактов, это обычная create statement, то есть create non-class column 100 индекс, где вы собственно говоря используете столбцы. Best practice в этом плане это то, что для таблиц, на которых строится column 100 используются все столбцы. Ну и соответственно при построении индекса нужно не забывать использовать в свойствах функцию секционирования, то есть это называется align с партициальной выравниванием с функцией секционирования. Дальше выяснилась очень интересная вещь, то что собственно говоря организация очень большая, источников данных очень много и не всегда допустим данные, которые приходят в таблице фактов и данные, которые приходят в таблице измерений, они имеют одинаковые типы. С точки зрения разработчиков MoLab это абсолютно никакой проблемы, так как результат join на различных типах данных абсолютно никаких проблем, если это выдает верный результат. То есть это единственная забота, единственная проблема, которой MoLab девелопер может озаботиться будет ли верен результат или нет при этом join, потому что производительность достаточно высокая и все хорошо. Если мы работаем с реализационной системой, тогда обычно разработчики реализационных систем достаточно аккуратно относятся к такого типа вещам и возникают вопросы, что типа если система не является звездой, то есть не соответствует кимбловской модели, если у нас типы данных разные, то запросы могут от этого пострадать, так как ожидания могут быть разными на таблице измерений, таблице фактов, там дополнительные конверсии могут стоить нам время, проведенное на ядрах, то есть мы просто жжем ядра в бестолку, и собственно говоря, так ли это актуально, вот этот вопрос, который бы хотелось проанализировать, настолько ли это плохо, и как результат, собственно говоря, я уже сказал, что у нас на входе ситуация, что таблица фактов может допустим ссылаться на какой-то ключ в измерении, где в таблице фактов это будет интеджер величина, допустим, а в таблице измерений это нумерик системы, что очень часто происходит, допустим, если у нас источник данных, который поставляет информацию для измерения, оракловая система, оракл вообще очень интересно использует цифровые типы данных, поэтому если кто с этими системами работает, я бы рекомендовал обратить внимание, как они трансформируются, приходя в SQL Server, что мы хотим иметь, это систему, где, допустим, вы видите у нас таблица фактов position.id integer и в измерении position.id integer, но тем не менее, все это хорошее предположение, насколько это критично, это на самом деле достаточно критично, мы провели простой тест, построили две таблицы измерения, где изначальный вариант у нас в таблице измерений тип данных был нумерик с достаточно высокой степенью точности, а в другой мы перевели данные в тип integer, причем, что интересно, практически во всем этом проекте мы наблюдали ситуацию, что везде, где использовались нумерик 28,0 и так далее, в принципе, длина строки занимала в худшем случае что-то типа порядка 7 позиций, то есть все эти 28 реально не использовались. Тем не менее, один и тот же запрос, таблица фактов одна и та же, но два разных измерения, что мы видим? Время выполнения в одном случае 20 секунд, в другом 1 секунда. Если мы посмотрим на что мы видим в таблице измерений, мы видим ожидания достаточно совпадают, в таблице фактов несколько миллионов строк в ожидании, когда у нас не соответствуют типы данных и достаточно низкая, то есть одна-две строки, если тип данных на ключе совпадает. Вот, я могу показать план, сейчас, две секунды, он не открыт, то есть, если мы посмотрим сам план по себе, то дерево плана выглядит достаточно одинаково, то есть, с точки зрения, какие джойны происходят, в какой последовательности анализируются таблицы фактов, все это достаточно идентично, то есть, это пример, сейчас мы смотрим, несоответствие типов данных и вот пример соответствия, где типы данных приведены в соответствие. Единственное, что бросается в глаза, это вот эта стрелка. То есть, в случае соответствия типов, она достаточно тонкая, маленькое количество данных переносится, где в случае, когда типы не совпадают, стрелка достаточно толстая. если проанализировать план немножко глубже, то мы обратим внимание на один интересный момент. Если смотрим на анализ колум-100 индекс-скан, мы видим, что проб был отправлен к таблице фактов, и он содержит некоторые параметры, то есть, если посмотреть достаточно внимательно, это market dataset ID, и по-моему все. Если мы посмотрим на пример, где это работает быстрее, то мы не видим проб. И судя по всему, это либо баг, либо фича. Почему? Потому что если полезть в детали, то тут мы увидим, что в предикате на самом деле проб передает практически все строки, то есть, он, видимо, не влазит в окно, когда мы смотрим свойства оператора сканирования, но в реальности получается, что мы, когда делаем этот hash join, мы фильтруем данные при сканировании индекса более аккуратно, и, соответственно, мы не передаем такого большого количества строк в дерево плана, как это в случае, если типы данных не совпадают. То есть, это приводит к тому, банально, что не передавая данные в дерево плана, мы тем самым существенно ускоряем сам запрос. На этом демонстрация закончилась. То есть, банально, на следовании рекомендациям построения хранилищ и отслеживании, как мы проводим join между таблицей фактов по каким-то типам данных, мы элементарно можем уже увеличить существенно скорость выполнения запроса. Замечательно, что дальше происходит. Колумб 100 индекс, как я уже говорил, замечательно, дает очень хорошие результаты, просто неимоверную хорошую скорость на фоне стандартного инновационного запроса, если он наполняется в патч-режиме, то есть, если мы оперируем большими кусками данных, если колумб 100 индекс сваливается в построчный режим, тогда результаты могут быть даже хуже, чем если вы использовали стандартный кластерный индекс или еще что-то. Какие индикаторы этого могут быть? индикаторы в первую очередь это то, что вы видите битмап фильтры после сканирования кластерного индекса на таблице измерений и потом фильтр после сканирования колумб 100 индексом таблицы фактов. Если обратить внимание, это значит, что в хорошем случае, это нижний пример плана, данные фильтруем уже при сканировании колумб 100 индекса. В плохом случае мы данные фильтруем только тогда, когда мы уже вытащили практически все данные из колумб 100 индекса и потом начинаем применять проб к ним, то есть потом начинаем фильтровать. Вот. Немножко по поводу хэш-джоин все знакомы, что такое хэш-джоин оператор, тем не менее, что важно помнить, как работает хэш-джоин. Сначала мы сканируем таблицу измерений, которая обычно имеет существенно меньше строк, чем таблица фактов, это называется билд фаза, то есть это данные, которые приходят хэш-джоин. Затем там строится специальная хэш-таблица, которая начинает фильтровать данные, с помощью которой мы начинаем фильтровать данные, приходящие из таблицы фактов, это называется проб-фаза. При работе в бач-режиме интересный момент, мы видим два оператора параллелизма здесь, в принципе, можно не бояться, потому что стоимость этих операторов, если они появляются, они всегда появляются при работе в бач-режиме, стоимость этих операторов ноль. Причина, почему продуктовая группа решила оставить этот оператор в плане, я рассказать не могу, у нас была дискуссия по этому поводу, но сколь-нибудь такого, какой-нибудь скрытой мудрости, почему он здесь находится, нет, просто имейте в виду, что он есть и он не привносит никаких изменений во время исполнения плана. Что важно здесь, это соотношение того, сколько данных приходит со стороны измерения, то есть build-фаза и в режиме probe. Почему? Потому что что может происходить? Мы можем начать использовать эффект называется spill, то есть лить данные временные объекты в temp-db. Причины происхождения этого может быть, это то, что на стороне hash build-фаза, то есть данные, когда приходят со стороны таблицы измерения, как результат сканирования таблицы измерения, их может оказаться больше, чем запрос реально ожидал и запросил ресурсов под это дело. есть пример реального запроса, который мы выполнили, заметили, что у нас hash join оператор показывает, что данные спилятся на диск, соответственно, посмотрев на то, с какими ожиданиями этот запрос пришел в систему и сколько реально памяти использовал, мы увидели, что запрос ожидал порядка 500 килобайт, 500 тысяч килобайт памяти, в результате он использовал десяток раз больше. Вторая проблема это спил на сканировании собственно говоря таблицы измерения. Он заканчивается тоже не очень хорошо. Во-первых, мы можем получить при, допустим, в момент, когда данные сканируются, точнее, когда оператор проходит сканирование таблицы измерений, там, допустим, сорт может пойти спилиться на диск и в результате потом можем использовать, можем увидеть, что план использует тип join, который не соответствует никак тому, что мы ожидаем при работе с дейтовых хаус типом нагрузки, то есть наши предпочтительные операторы это hash join и loop join в крайнем случае. Здесь мы видим merge join, которому вообще нечего делать при выполнении таких типов запросов. Почему может происходить спил на присканировании таблицы измерений? Один из примеров это не совсем реально из этого проекта, но написывает ситуацию когда такое может происходить. Допустим случай из реальной жизни это страховая компания, которая анализирует какие возрастные группы как далеко ездят на работу. Страховая компания естественно для автомобильных страховок. Если посмотреть на распределение возрастов среди тех кто имеет машины это статистика для Германии я не знаю как в России допустим или в Украине но меньше 10% людей в возрасте от 20 до 30 лет имеет собственный автомобиль. Это количество существенно изменяется при переходе в диапазон 30-40 или 40-50 лет. Вторая вещь которую народ анализировал это страховая компания это как далеко людям приходится добираться до работы. Почему? Потому что там это связано дальше с предложением страховых тарифов тем кто больше ездит кто меньше ездит и так далее. Распределение в этом случае следующее меньше 10 километров до работы добираются живут достаточно близко к рабочему месту где-то больше половины чуть больше половины людей опрашиваем большая часть живет где-то в удалении до 25 километров от работы и совсем несущественно это диапазон от 25 и выше. Соответственно если страховой компании придется анализировать данные по тому сколько людей из определенной возрастной категории недалеко ездят до работы и используют допустим автомобили то мы видим что разброс или дисбаланс между статистикой для молодых людей в возрасте от 20 до 30 имеющих машину и ездящих до 10 километров или до 20 километров до работы она будет неверной и ожидания соответственно будут абсолютно неверные и результат сканирования такой таблицы приведут к плану который мы наверное не захотим видеть как можно решить эту проблему для этого можно создать так называемую фильтрованную композитную статистику то есть мы тогда говорим SQL Server что давайте мы будем анализировать эти два столбца вместе и для вот таких вот заведомо перекошенных ожиданий создаем свою собственную статистику то есть здесь мы говорим что мы анализируем дистанцию столбец дистанции до работы вместе с владельцами машин причем для специфического диапазона от 25 до 30 лет если мы ожидаем что статистика будет лучше отображать ситуацию по умолчанию автоматически созданная ситуация для диапазонов вот здесь возвращаемся к примеру там 30-40 и до 25 километров там статистика будет отрабатывать достаточно точно но вот для таких перекошенных сценариев лучше создать собственную фильтрованную статистику результат этого был достаточно интересный у нас получилось так что только добавив такую фильтрованную статистику на одном измерении за полросы улучшились вы видите здесь от 20 до 53 процентов скорость выполнения еще на что стоит обратить внимание анализируя запросы обычно ну или скажем так очень часто народ полагается на анализ ожидаемого плана то что мы заметили что при работе с колумб 100 индексом единственное на что можно полагаться это на анализ реального плана выполнения почему потому что если наш ожидаемый план допустим говорит что мы будем выполнять запрос в бач режиме он может реально скатиться в реальный план может реально скатиться в построчный режим исполнения это видно потому что допустим если реальный план в бач режиме то мы увидим что проб будет спущен до уровня таблицы фактов если он в ров режиме выполняется то мы сразу же как я уже говорил увидим битмап фильтры и фильтр после сканирования таблицы фактов то есть соответственно оптимизируя запросы есть смысл смотреть только на результат на план после выполнения запроса а не то какой ожидаемый план будет нам этот запрос выдавать то есть для этого нужно строить систему чтобы генерировать тестовые запросы и собирать трейсы статистику о том с какими планами это выполнилось еще один интересный query pattern то есть тип выполнения запросов которые мы видели при работе в му-лаб режиме это то что мы допустим можем выполнить join между таблицами фактов таблицами измерений там A, B и C где таблица C может быть достаточно большой затем мы фильтруем данные то есть в A-класс у нас идет допустим измерение A столбец 1 равен величине такой-то столбец B равен в измерении B столбец другой равен другой величине и все мы это группируем по столбцу из измерения C что нас в этой ситуации может ожидать если результат join то есть то что приходит справа то есть вот это hash match и результатов сканирования B, A и F если он достаточно небольшой то в принципе достаточно эффективным план может быть выполнением loopjoin если результат большой то мы лучше выполним все-таки hash join но если мы делаем hash join будет ли это быстро здесь пример когда мы выполняем nested loop join и в него приходит достаточно большое количество данных как с таблицы C так и с результата join это таблица фактов и таблица измерений нет никакого способа как это можно сделать лучше единственная проблема здесь как можно попытаться оптимизировать это дело это добиться того чтобы либо ожидания были правильные либо соответственно чтобы план выполнялся с нужным типом join об этом расскажу немножко позже то есть как я уже сказал мы можем допустим попытаться сделать hash join это будет удовлетворять требованиям запроса для таблиц в смысле запросам для хранилищ за исключением ситуации если со стороны build фазы то есть результат сканирования таблицы c не будет превышать результата того что у нас приходит снизу то есть объединение других сканирования других таблиц и таблиц фактов вот этот пример который мы сейчас здесь видим может закончить достаточно плохо и спилиться на диск вот hash join когда данных немного может быть так же эффективен как и loop join вот более того мы видим что в данном случае проб будет спущен до уровня таблицы измерения в данном случае вот нижняя строк придет как результат сканирования достаточно точная противном случае как уже говорили очень неприятное сливание на диск в каких ситуациях могут происходить вот эти дополнительные неверные ожидания и слияние на диск еще один паттерн который мы заметили это когда мы в таблице фактов анализируем строки которые связаны но статистика по ним может отличаться то есть находиться в нижних диапазонах то есть допустим пример когда сеть ресторанов сеть оперирует в Англии и в Германии в Англии народ предпочитает пироги или торты или как там пайль называется вот а в Германии сосиски и причем магазин продает ресторан продает так как большая часть ресторанов в Англии соответственно более часто покупаемый продукт по статистике это эти пироги в то время как если мы посмотрим на Германию то практически 100% клиентов всегда покупают сосиски соответственно если мы выдаем запрос выбрать определенные факты из таблицы фактов объединиться таблицы измерения таблицы продуктов где страны равны Германии и продукт равна сосиска в нормальном случае при стандартных статистиках у нас будут очень неверные ожидания смысл здесь имеет построить композитную статистику может даже не фильтрованную но композитную статистику на двух столбцах то есть продукт и страна в таблице фактов чтобы избежать ситуации с перекосом статистики еще одна возможность есть как если мы знаем допустим что определенные типы джоинов это то что нам нужно и мы хотим избежать других это использовать бинты но как заставить молап запрос передавать сикл сервер транслироваться в сикл сервер запрос чтобы передавать ему тоже сиквельные хинты потому что молап запрос не понимает сиквельных хинтов есть один процесс который к сожалению как все хорошие процессы или все рекомендации интересные с точки зрения Microsoft они не поддерживаются но вы можете его применить если вы очень нужны и вы уверены в том что вы делаете это изменяя картриджи в анализе сервисе есть строка называемая post-select query хинт и туда вы можете ввести тот хинт для запроса который вы хотите увидеть чтобы он потом передавался сикл сервером запросу вот соответственно результат в два раза скорость увеличилась после того как мы применили хинты и получили отказались от других типов джоин я там применял хэш джоин вот следующая интересная тема это как хорошо влияет количество ядер которые мы собственно говоря можем бросить в систему чтобы ускорить выполнение запросов как здесь видно на слайде на самом деле самыми оптимальными настройками для нашего типа запросов оказалось использование восьми ядер на запрос с точки зрения продуктовой группы там товарищи которые разрабатывали к вам свой индекс они тестировали их запросы у них получалась достаточно линейная масштабировалась с точки с добавлением ядера что-то там типа до порядка сорока восьми ядер что важно вынести из этого слайда что в принципе для каждого типа нагрузки имеет смысл посмотреть насколько удачно масштабируются ваши запросы с добавлением ядер это при условии того что и наши запросы и запросы которые тестировала продуктовая группа все выполнялись в батч режиме если вы не находитесь в батч режиме вам далеко еще до оптимизации там с точки зрения сколько ядер система будет использовать вот и соответственно осталось немного времени мы уже почти пришли к концу проект еще не закончен тем не менее чего мы добились на левом слайде вы видите диапазон выделенный стрелками это где мы говорим что режим roll up удовлетворяет тому что клиент ожидает он либо быстрее молапа либо не сильно медленнее при определенных запросах и собственно говоря после всех оптимизаций о чем я говорил то есть оптимизация типов столбцов оптимизация планов то есть смотреть чтобы нигде не было спилов на диск улучшение статистик добавление необходимых статистик и так далее мы добились того что наш диапазон где запросы в roll up в режиме были допустимо хороши получилось так что это чуть ну существенно больше половины то есть я бы сказал уже почти к двум третьим сдвинулся этот диапазон осталась достаточно интересная часть которую собственно говоря сейчас нужно анализировать в плане того насколько это критично для бизнеса что эти запросы будут выполняться медленнее потому что бывают ситуации что а либо тесты не очень удачно были сделаны для этих типов там подставлялись параметры и с этими параметрами может быть запросы выполняется долго и при этом не имеет никакого смысла либо же это не сильно бизнес критичные запросы соответственно мы можем собственно говоря плюнуть и перестать пытаться их оптимизировать то есть нужно понять логику которая находится за этими запросами но сам факт говорит о том что собственно говоря с использованием колумб 100 индексов в roll-up режиме мы можем добиться очень хорошей производительности которая будет либо лучше либо сравнима с млап режимом прежде чем делать это соответственно нужно проверить чтобы система моделирования данных мы использовали dimensional моделинг то есть схема звезда никакая не нормализованная архитектура почему потому что нам надо а. быстро выполнять запросы б. мы хотим использовать оптимизации которые есть в SQL сервере поддерживают многодименсионные измерения а не нормализированные мы хотим чтобы типы данных у нас совпадали на которых мы выполняем джоинт потому что мы хотим использовать наши ресурсы более эффективно дальше статистики либо свежие либо скажем так адаптированные для типов запросов которые мы выполняем то есть чтобы не было сливов на диск данных и мы хотим чтобы все наши планы выполнялись в батч режиме если они не выполняются в батч режиме по каким-то причинам нужно выяснять что происходит и пытаться от этих ситуаций уйти и в худшем случае когда мы видим что на таблице измерения этот пример с измерением C которое мы пытались оптимизировать если оно большое и даже может быть сопоставимо с таблицей фактов как можно существенно ускорить выполнение запросов и добиться хорошего плана это построить клоунство индекс на этих больших измерениях и собственно говоря на этом все вопросы пока вопросов нет подождем давай подождем ты пока можешь подумать над датами когда ты летишь в Киев тебя что-то позвали мне сказали добро пожаловать а что делать пока не сказали ну welcome ну вот сейчас тебя в вредах напишут так вопросов не вопрос но тоже хорошо хорошо бы пару вопросов получить вообще народ уже смотрел сторону клоунство индекса мне интересно есть ли какие-нибудь опыты проводил вот вопрос объем приблизительно не все их видят и почитают это вопрос вопрос такой какой объем прироста данных в данном проекте порядка в революционной системе порядка одного терабайта данных следующий вопрос клоунство применим ли он для лтп систем нет он не применим для лтп систем потому что одно из ограничений клоунство индекса по крайней мере в данной реализации что при построении клоунство индексом таблицы она становится неизменяемой то есть вы не можете делать апдейт или insert или delete на этой системе только читать то есть это соответственно если применимо то скорее для ситуации лап систем хранилищ чем для лтп это похоже после того это к тебе вопрос а ну мы вывесим на сайте где вот вы регистрировались там везде будет мы возьмем еще презентацию в первую очередь пишем мы по стандартам сайтовами лав-митинга потом как только там будет доступно мне забрать и в каком формате я узнаю забрать все все это ссылки появятся будут доступны обязательно ну что еще все вот я буду вопрос ну если вопрос я не знаю ты свои контакты показывал нет еще погодя я посмотрю есть ли а тут нет контактов сейчас я тогда введу прям собственно говоря мой адрес есть что обращайтесь колум что индекс строится недолго я показывал сам ну как недолго он сопоставим по времени с построением кластерного индекса вот соответственно на объемах таблиц что мы используем там несколько миллиардов строк уходило несколько десятков даже миллиардов строк у нас уходило что-то порядка получаса в зависимости естественно от того количества ядер которые мы используем в среднем где-то два с половиной миллионов строк на ядро в секунду да имеете ввиду кстати интересный момент то что клоун 100 индекс не поддерживает все типы данных то есть там типы данных которые выползают за 18 знаков то есть там нумерик допустим 28 и так далее они не поддерживаются и некоторые типы как называется дейтатайп то есть когда время используется когда точность там достаточно высокая тоже не поддерживается вопрос такой сколько ядер рекомендуется иметь на сервере на самом деле это больше вопрос к тому как вашим нагрузкам будет эффективно использовать ядра то есть специально для колум 100 индекса я не буду рекомендовать никакой специальный сервер тут лучше смотреть в то какие запросы на системе работают и как они лучше лучше ли им на большего количества ядрах выполняться или меньше в нашем тесте мы использовали 1 терабайт памяти и что-то порядка 48 ядер и при этом соответственно вы видели что на самом деле самое эффективное самое эффективное количество ядер было в районе четырех или восьми то есть уровень параллелизма и уровень количества ядер это не все одно и то же так использовалась ли компрессия страниц таблиц фактов да то есть при построении колум 100 индекса мы все равно использовали компрессию страниц на таблице фактов и второй вопрос отелье какие наиболее явные преимущества дают ролла против молот как я говорил в самом начале презентации самое-самое-самое важное это то что мы избегаем переноса данных два раза то есть фактически из источников данных мы перегружаем данные один раз в хранилище и можем уже с ним работать нам не надо перепроцессить кубы и так далее и схема в реляционном движке для работы с такими данными то есть секционирование и так далее построение таблиц она существенно проще чем те варианты когда нам нужно строить кубы в анализе сервисов и поистача построить решение так чтобы она максимально быстро переносила данные из источника в куб то есть это основные преимущества релапа против малато вот ну что ж на этом позвольте закончить чтобы мы успели переключиться на следующий доклад давайте спасибо всем за прослушивание надеюсь спасибо тебе за интересную тему до встречи еще в эфире счастливо